привет мои хорошие сегодня у нас прямой эфир без предупреждения потому что я выехала по своим делом по своим делам и неожиданно встала через 300 метров есть возможно с вами поболтать но не то чтобы я в пробке я еду мало по мало что такое что почему-то пищишь но движение очень медленно едет и поэтому я думаю что я будет время я лучше проведу это время с вами поотвечаю может быть на ваши вопросы скоро новый год поэтому постоянно в москве настоящий аншлаг что ж теперь не буду же не расстраиваться и хаять все подряд а так что вы можете поздавать мне свои вопросы я с удовольствием на них поотвечаю всех интересует челка вот моя челочка на самом деле волосы растут по всей голове не только возле лба ну вот так оказывается они у меня повыпадали я даже не заметила но заметили как я сказал в моем посте добрые подписчики когда я вот так вот делала хвостик и тут конкретные такие залысинки появлялись а сейчас их нет мира хорошо спит научу нет сейчас плохо спит вчера вот она раз пять наверно просыпалась до тех пор пока не помазала ей зубки помазала ей зубки холесалом и в итоге она проспала потом до до 8 в 7 8 часов на 7 38 где-то так вот да миросик зайка где мира мира дома мира дома с няней и мужем так что все у них в порядке так сейчас мне по моему если я сверну не туда это плюс еще 25 минут езды до дома я все спешу домой все спешу домой сейчас вот ездила на маникюр довольна ли я своей машины конечно довольна я ее обожаю просто моя зайка сейчас хотела ее помыть а в итоге оказывается в две мойки заехала и ждать по 23 часа как и я оттуда уехала где бровки делала зайдите в мою ленту посмотрите я отмечала эту студию да у многих сейчас проблемах пишет вот что детки не спят но это нормально наверное когда у них режутся зубы их беспокоит хотя не сказать что мира она просыпается ночью она не орет как резаная она просто знаете просыпается что-то мается так простите пожалуйста сегодня случайно верните налево выехала навстречу мне по сигнал или ладно хоть по сигнал или оказывается я под кирпич заехала елку конечно мы будем ставить скоро на днях как раз возле нашего дома продаются елки и мы пойдем покупать ее украшать я очень хочу потому что новогоднее настроение есть все-таки хочется и дом украсить и все так 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 привет привет соленбурга привет привет давно до права у меня очень давно я еще их получила я не знаю лет восемь назад что ли так поворот поворот по через 300 метров на светофоре поверните но я уже полчаса ею ей богу все из-за этих моек сколько зубов умер и два зуба привет всем привет 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 из брянска привет из оренбурга привет вам и из москвы так так дальше мне куда ехать не знаю даже куда мне ехать эти я буду периодически приостанавливать эфир потому что мне надо смотреть на дорогу я не знаю куда ездить я не так хорошо знаю дороги так привет из крыма челку уже со мне даже очень нравится между прочим привет из сша спасибо за пожелание быть аккуратнее я стараюсь быть аккуратной но так как движение очень медленно и в принципе это позволительно пока привет из грянска колечко где брали колечко это же помолочное кольцо муж подарил спасибо столько комментариев моя челка как наверное усы у фредди mercury а также моя челка произвела фурор настоящий но пусть лучше растут волосы я очень рада что они начали расти потому что меня начало это беспокоить когда я вот начала обращать внимание на эти залысинки все-таки это не очень красиво привет из перми привет 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 можно давайте поговорим о чем-нибудь кроме челки я вам что-нибудь может быть интересное расскажу привет из чебоксар из благовещенска после родов выпадали волосы лишь говорю я особо не замечала но потом я обратила внимание на залысины оказывается что да но я не думаю что это после родов это скорее всего после того как я кормила грудью до 9 месяцев я кормила грудью мирославу и только как я перестала кормить я уже на занялась собой начала делать процедуры и вот после всего этого пошел рост волос сколько весит мира она весит около 10 килограмм где-то так вот да расскажу свое время расскажу скоро на этой неделе я вам наверное расскажу просто спрашиваете вот куда едешь еду я домой и надеюсь на мойку заеду эта машина гораздо неприлично вот такой рост у мирослава я не знаю мы ее давно не измеряли но она достаточно высокая у нас девочка спасибо вам все прививки прививки мы до делали все по расписанию делали зарубежные прививки не наши пентакси вот эти ротатэк тоже ставили от ротовируса прививку спасибо большое холодно не мой потом двери не откроешь да я не знала кстати ну просто и машина пипец какая грязная гв совсем отменили да я не кормлю после девяти месяцев уже сколько месяца полтора назад наверно я закончила кормить сначала кормила в кайф а потом вообще надоело если честно очень сильно зависишь от ребенка привязана прям но я где-то на пятом месяце мы перешли на смешанное питание четыре с половиной месяца и кормила прям вот от кормила она сама сама потом она смешанные перешли до мы крестили да мирчик совсем взрослую уже уже скоро годик и будет так сколько набрала килограмм я набрала где-то 12 где-то 12 килограмм набрала за беременность я но в принципе а и после родов я вышла минус три килограмма что то есть я после вот роддома минус три килограмма так что я достаточно сама намеренно все это убирала не то чтобы килограммы сами ушли я им помогла уходить через 300 метров если очень хочется кушать вот такая целая философия скажем так я как-нибудь об этом подробно расскажу потому что потому что нам целая воспитывать воспитывать следить это же ваша фигура ваше тело вы должны понимать что если не вы о нем позаботитесь то кто тогда позаботиться новый год как мы будем отмечать мы будем как и в прошлом году отмечать дома но уже только втроем в прошлом году я была пузатая а в этом году мы будем с миросиком в нам в принципе очень нравится такой формат мы с мишей не тусовщики домоседы во сколько обошелся перманент бровок там разные масть мастера в студии которые я отмечала то есть от квалификации насколько я знаю мастер зависит у меня был обычным мастером 8000 рублей это стоило во сколько мы начали сажать мирчиком мы где-то начали сажать 5 месяцев что ли но она сама уже стремилась сесть поэтому и так периодически помогали где-то так вот какой смесью кодмите на и не смесь на и не кто вы по гороскопа я близнецы привет брянску спасибо большое за ваше сообщение за то что вы называете мирчику чудесно дано на самом деле прелесть пушечку моя поправилась недавно так близнецы все двуличные не согласны с этим утверждением близнецы бывают разные совершенно но никак не двуличные двуличие зависит не однако простите я вот не туда поехала когда мы начали гулять поверните налево очень рано мы вообще стараемся не как быстро стараемся мирославу включать в нашу жизнь по максимуму потому что но невозможно из-за ребенка менять кардинально свою жизнь это ребенок должен подстраиваться под родителей а не наоборот да и вот это вот ограничение сплошное ограничение только у нас в голове да и вот всего бояться жить бояться это вообще не не по-нашему этого бактерии вот это надо выкидывать этот мусор из головы все будет окей в кению конечно с ребенком ездить не надо погулять по торговому центру почему бы нет садик планируешь конечно планирую почему нет человек через 100 метров а затем через 100 метров поверните налево человек должен общаться самым самого раннего возраста но естественно ее заставлять не буду некоторые прям через плать через все если я увижу что она не готова значит попозже мы пойдем садик я вообще по моему пошла в полтора года поверните налево через 200 метров поверните направо а когда второй ребенок ну как захотим так и появится нет куда едешь домой еду что такое что такое что такое ой так сейчас ну все пробка закончилась извините что прямой эфир был недолго так что до новых встреч целует